Привет дорогие друзья! Вы меня хорошо знаете. Я что вижу, то и говорю, что думаю, то и говорю, но не всегда даже думаю, что говорю. Поэтому, короче, что происходит? За последнюю неделю лично я заметил некоторые изменения. Эти изменения я связываю, давайте говорить на человеческом языке, я написал в Телеграм, в принципе, я связываю с отстранением от спецоперации, от руководства спецоперации людей, которые начинали ее. То есть, то, что было вначале, это страх и ужас, как бы вот этих вот людей, как будто бы у меня такое ощущение, что убрали и начали руководить другие люди. Люди более понимающие и люди более профессиональные. В чем это выражается? Да во всем. Но для начала я бы хотел, и к чему это приведет? Давайте вот порассуждаем, к чему это может привести. 3 марта Зеленский заявляет о том, что мы остановили и бьем, имеется ввиду врага, все вперед и так далее. Действительно, 3 марта, 2-3 марта, короче, в начале марта для многих было шоком то, что происходило. Все ожидали одного, а на самом деле произошло что-то другое. Надо было бы этим воспользоваться. По идее, по уму хорошо было бы этим воспользоваться. Но этим не воспользовались и продолжили, в принципе, свои показательные выступления. 5 марта Арестович заявляет, что наши успехи на фронте не фарт, а налаженная закономерность. Если вы, лохи тупые, думали, что это нам просто пофартило, вот здесь так сложились обстоятельства, так нет. Это все очень серьезный расчет. У некоторых до сих пор есть настроение, что наши украинские успехи, временный фарт, нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным. Да нет же! Это было определено в первый день. Все это просчитано и продумано военным руководством и блестяще реализуются армии. Должен заметить, здесь Арестович употребляет неправильные выражения, несвойственные офису президента. Все это продумано лично президентом, а не каким-то там руководством. Но, в принципе, верховным главнокомандующим, правильно, мудрым верховным главнокомандующим, в которого влюбились моментально все инстаграмщицы и домохозяйки, которые сразу же посчитали, что Зеленский на самом деле стратег. Смотрите, как он им... 18 марта Зеленский, российские оккупанты, были вынуждены отступить от столицы. Он также приписывает это, собственно, себе. Не ошибкам со стороны тех, кто планировал, а своей победе. Ну, это может быть даже правильно. Ну, вот уже апрель. И 16 апреля Арестович заявляет, что в Кремле уже поняли, что Россия проиграла войну против Украины. Теперь только решают, как преподнести это своим гражданам. То самое, сохраним лицо Путину. Они теперь размышляют, просто как это лучше сделать, чтобы те это заглотнули. 18 апреля. Буданов сообщает, что Украина в какой-то момент сможет прорвать блокаду Мариуполя. Буданов, глава разведки украинской. Ну, как была в итоге осуществлена мастерская деблокада Мариуполя, все мы имели возможность это наблюдать. Но говорить они любят. И вот уже 21 апреля Данилов говорит, что ударим по Крымскому мосту, как только будет такая возможность. Для чего он это говорит? Ну, про аж что нельзя? Смотрите, в те времена, а уже можно говорить о тех временах, как о тех временах, вроде бы было совсем недавно, но многое изменилось. Можно было болтать все, что угодно, не думая о том, к чему это в итоге приведет. Вы знаете, один человек болтанул про желание возродить ядерное оружие. К чему это привело? Не только это, но тем не менее. Далее, 27 апреля Арестович заявляет, что захватим Приднестровье. Быстро захватим Приднестровье. К чему он это сказал? Так просто сказал. Потому что мы мощные. Мы очень мощные. И поэтому мы можем, в принципе, все. Мы можем дойти до Кремля, можем забрать Крым. И впоследствии они начнут говорить о том, что мы можем забрать Крым. Всерьезно начнут говорить. 2 мая. Данилов. С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. 3 мая тот же самый Данилов. Все, что армия РФ пытается захватить, мы обязательно вернем. Хорошо было бы вернуть и потом уже отчитываться. Это уже было совсем недавно. Тем не менее, между сегодняшним днем и вот этими заявлениями пропасть, друзья мои. 4 мая Винницкий батальон выслали не туда, куда должны были. Поставили подграды, под минометы. Они жалуются на обеспечение. 4 мая Арестович заявляет, что наступление большие жертвы. Цена победы будет высокой. Готовит к наступлениям, контрнаступлениям. Причем тема контрнаступлений, быстрых контрнаступлений, стремительных контрнаступлений, стала очень популярной среди власть придержащих. Быстрое контрнаступление. В результате контрнаступления мы вернем. Мы уже почти вернули в результате контрнаступления. При этом, что делала Россия, это конечно ее личное дело. Но у меня складывается такое впечатление, что они перегруппировались. И немножко по-другому начали подходить к ведению боевых действий. Далее. 4 мая Зеленский заявляет, что мы остановили уже продвижение оккупантов. Сейчас мы делаем так, чтобы РФ максимально отошла с нашей территории. При этом, ну понятно, что ему это шепнул Подоляк, к примеру. Скажи вот так, Вова. А Вова взял и сказал. Что мы делаем так, для того, чтобы враг максимально отошел с нашей территории? Что же такого мы делаем? Владимир Александрович этого не скажет. Тут потому что. 4 мая Данилов заявляет о возможности переноса войны на территорию РФ. На территорию РФ мы уже перенесем войну. Этому сопутствовали еще и там обстрелы близлежащих границ территории Российской Федерации. Уже казалось, вот оно, вот оно. Вокруг руки намотано, грубо говоря. 5 мая Арестович говорит, что врага выбили и за завстали. На следующий день после того, как ее заняли. А Паламар опровергает его слова. Особисто звертаюсь до Верховного Главного Командующего. Подбаты про пораненных солдат, которые в страшных муках помирают от належного ликования. Дайте возможность забрати тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться с своими героями. Вы реагуете належным чином на критичную ситуацию, в которой противник не дотримуется жодных этичных норм и так далее. Короче, суть в чем. Арестович, почему он стал любимцем, любимцем родных и близких всех вот этих вот сегодня уже сдавшихся в плен, как я смотрю, хорошо питающихся, всех наших героев. Потому что он все время заявлял, что наши герои от тех отбили, вот это вот они вышли, постреляли кого-то. 6 мая враг сосредоточил усилия на трех направлениях, где идут самые ожесточенные бои. Пытается добить защитников Азовстали. Ну, он пытается добить, но понятное дело, что не добьет. Сегодня очень интересно читать все эти заявления. Равно как интересно читать вот это вот заявление. Вот просто я пытаюсь с Силюси иногда понять, к чему. Ну, на хрена вы это делаете? 8 мая советник министра МВД заявляет, что мы уж точно сжахнем по Крымскому мосту. О, готовьтесь, мы сейчас по Крымскому мосту разрушим его по-любому. 9 мая РФ идет к поражению, заявляет Подоляк, написав очередную свою простыню. 12 мая Буданов, начальник разведки, в ближайшее время РФ нереально захватить Донецкую и Луганскую области. 12 мая РФ в ближайшее время нереально их захватить. А почему Буданов? Потому что Буданов так сказал, никто ни хрена не делает. В это же самое время, параллельно, Зеленский рассказывает в парламентах всех стран о том, какой он Зеленский. Открывает Каннские фестивали, пиарится как только может, загоняет Шария, это очень важно. И занимается другими очень важными вещами. В это же время на фронте уже происходит катастрофа. Уже происходит катастрофа. Но они все молчат. Больше того, 13 мая Буданов сообщает, война закончится к концу года, мы вернем себе Крым и Донбасс. Буданов начинает напоминать уже бабку Вещунью. Вижу, война закончится к концу года, мы вернем себе Крым и Донбасс. И еще ряд областей, наверное, Российской Федерации. Заберем топнем ногой. Для чего заявлять о том, что мы вернем себе Крым, если вы не можете пока что вернуть себе и что-то что поближе, как говорится. В это же время, 16 мая, начальник обороны Британии заявляет, что Украина побеждает в войне. То бишь, вот эти все заявления со стороны украинских властей, они подпитывались еще и заявлениями Запада постоянно. Все идет нормально, вы сейчас победите. Уже тут, да, уже все понятно. Хребет сломан. 17 мая Арестович, постепенно украинские защитники освобождают территорию Украины от российских оккупантов. Каждый день количество населенных пунктов таких увеличивается. Фух. Понятно, что нужна поддержка. Даже умирающему говорят о том, что он не умирает. Не имею ввиду здесь, я не сравниваю, да. Ну просто, что иногда некоторые заявления идут с таким перехлестом, с перебором, что это уже никакая не поддержка. Это просто тупое дебильное вранье на фоне плохой ситуации. 17 мая Дмитрий Лубинец опровергает заявление оккупантов, будто они контролируют Углидар и Волыку Новоселовку. 19 мая Залужный сообщает, мы перехватили инициативу и провели контрнаступление. Здесь надо понимать, что это не сам Залужный желает контрнаступления, а от этого служаки, этого требует Офис Президента. Потому что герой всех войн Зеленский реально возомнил себя Наполеоном. Он думает, что вот это вот сейчас будет Ватерлоу, и он победит. И поэтому требует, ему нужны, он победитель, но он на коне, с шашкой, ему нужны контрнаступления. Что такое контрнаступление в этой ситуации? Ну, в принципе, видосики людей, которые отказываются воевать, об этом свидетельствуют. 20 мая Буданов, Путин в тупике, РФ не выиграет. Тогда же Буданов рассказал, какое оружие нужно для контрнаступления. Необходимо контрнаступление. У 23 мая уже сообщается, что успешное контрнаступление на Донбассе уже проходит. Уже 23 мая уже было проведено успешное контрнаступление. Об этом сообщает Гайдай. 23 мая в Нью-Йорк Таймс выходит статья, в которой предположили, что Украина вынуждена будет поступиться территориями. Эта статья раскритикована. А пошли вы, какие территории? Нет, нет, у нас есть запал на возврат Крыма. А не даже вот этого, что вчера было подконтрольно. Нет, их уже не остановить. Неудержимы. 24 мая Зеленский оккупантам придется уйти из Крыма. Почему, почему 24 мая Зеленскому пришла в голову эта мысль? По какой причине Зеленский подумал, что вдруг вот 24 мая ему пришла в голову мысль, что им придется уйти из Крыма? Почему? Неизвестно. Потому что у него в голове пустота, но вокруг ему говорят, Вовчик, мы побеждаем, а давай-ка проведем еще контрнаступление. Тогда же, 24 мая, Буданов заявляет, что в РФ уже думают, как из поражения в Украине сделать победу. Как из поражения сделать победу, я могу плюс-минус рассказать. Это когда тысячи военнослужащих сдаются, а ты говоришь, так и было задумано. Мы так и планировали. И эта все сдача происходит под присмотром наших спецслужб. А мы ее и организовали даже. Да и это не сдача, а эвакуация. Вот типа так, да? 24 мая часть 115 бригады, записавшую обращение, объявили дезертирами. Тогда же, 24 мая, до конца года должны уже все-таки зайти в Крым, опять сообщает Буданов. Тогда же, 24 мая, Арестович сообщает, что российские войска продолжают попытки окружить Северодонецк. Сообщения от бойцов о том, что их кинули, о том, что у них нечем защищаться, нечем воевать, как-то идут слишком кучно. И вот уже 25 мая 2-я рота 46-го отдельного мотострелкового батальона сообщает, что ее сначала обещали отправить в Запорожье, потом кинули на фронт на Донбассе. И тогда же происходит вдруг прозрение. Теперь вы вспомните. 24 мая они захватывали Крым. Выгоняли ничтожного оккупанта со всех оккупированных территорий. 25 мая до Арестовича вдруг доходит. А он же советник президента. Подождите. Как-то так получилось, что РФ смогла быстрее Украины накопить резервы. И возможно ее возвращение на Север. Возвращение на Север это опять Чернигов. Представляете как? Но только уже с совсем другими раскладами. И абсолютно по-другому. С другими командирами. С другой тактикой. Почему этого не сделало ВСУ? Почему все пошло прахом? Потому что гениальный полководец держит все в своих маленьких цепких ручках. 25 мая Россия давит на фронте. Тогда же он материт страны ЕС, которые предлагают сдать территорию. Матюкается, матюкается. Для чего он это делает? Понятное дело, он это делает для самопиара. Он знает, что инстаграмщицы, им это зайдет. Упорот им зайдет. Не зайдет, к примеру, жителям Северодонецка. Потому что РФ тем временем штурмует Северодонецк. В тот же день, через день после захвата освобождения Крыма, Минобороны Украины сообщают, что у России временные успехи на фронте. Если у России временные успехи на фронте по сообщению Минобороны, то значит у России значительные успехи на фронте. Если уж делается такое заявление, то значит дело в трубах. 26 мая сообщается о том, что РФ стягивает войска к Чернигову. Но при этом в МВД заявили, что не ожидают наступления по северному направлению. А вы помните о том, что было заявление, что могут вернуться на север. Закончат там и могут вернуться. 26 мая РФ пытается выйти на административные границы Херсонской области. При этом в тот же день сообщается о отказе не только Израиля передавать некоторые вооружения Украине, но и сообщается о неком заговоре. Диазейд пишет о том, что между странами НАТО существует определенная договоренность не поставлять Украине определенные виды вооружения, так как это может быть расценено Москвой как участие НАТО уже в вооруженном конфликте. И под этим негласно подписались Шольц и другие серьезные лидеры Европейского Союза. Все начинает рушиться. Причем рушиться начинает как в той игре, где маленькую палочку, знаете, вот достаешь, и она как рухнула. Что происходит внутри страны? Возвращается внутриполитическая повестка. Почему? Потому что это я уже рассказываю, то с чего начал, к чему это теперь приведет. Смотрите. Был ряд оппозиционеров, упоротого фланга, которые сидели тихо. Порошенко даже сказал, что он с Зеленским там решил там забыть о старом и так далее, полагая, забыть о старом это о нем, наверное, полагая, что прокатит, что получится. Все, давайте все отставим в сторону, не с Зеленским. Не в случае с Зеленским получится. И поэтому появляется Медведчук, который дает показания, как там написал адвокат Порошенко, Медведчук на Швабре, намекая на то, что задержанных СБУ насилуют Швабрами, как это было в Грузии. Отлично, правда? Европейское государство. Так вот, Медведчук дает показания на Порошенко. Что дальше должно произойти? Ну, дальше должно произойти то, что, в принципе, и должно было произойти. Все эти Турчиновы, Луценки и так далее, которые сидели тихонько, сейчас начнут сидеть уже немножко не тихонько. И начнут подговаривать, буквально подговаривать военнослужащих высокого ранга. Почему? Многие генералы украинской армии стали генералами благодаря Порошенко. Это та самая группа, которую тянешь. Тянешь, тянешь, тянешь. И каждый в этой группе, каждый в этой группе, знаете, как бы свой. И вот свои начнут договариваться со своими. Позже это перельется на медийку. И будет очень просто показать, что любое достижение на фронте, это достижение именно военнослужащих. Это достижение в СУ. Любой полностью проигрыш, а сейчас просто все посыпалось, это, конечно же, недочеты и тупость Наполеончика. Что является совершенно правдой. Все вот эти вот требования Наполеончика, проводить контрнаступление, все его отказы, даже от тактических отступлений. Как это? Он же ты шел? Он же сейчас пойдет. Крым освободит. Все это привело к колоссальным катастрофам, пока что локального характера, на фронте. У меня создается впечатление, что в ближайшие пару-тройку недель мы увидим катастрофу уже более глобальную. Хотя кто-то считает, что вот эта вот сдача тысяч людей в плен, это тоже катастрофа. В принципе, это было самое денежноемкое, наверное, подразделение АЗОВ. Плюс самое заряженное. Вы что, вальгало или там или? Сдались. Это катастрофа. Конечно, катастрофа. В свою очередь, можно совершенно не сомневаться в том, что у Зеленского попытаются свалить вину за все провалы на тех самых генералов. Начнут открывать какие-то дела и так далее. Генералы уж смогут донести до своих подчиненных мысль о том, кто на самом деле виноват. Виноват Наполеончик. Это он все провтычил. Нанизайте на это все социальные проблемы, которые сейчас преследуют людей, находящихся в Украине. Топливо, да бензин, соль подорожала. С какого вдруг перепугу? Если бы это был кокаин, я бы понял. Соль подорожала до каких-то непонятных размеров. Ну и все остальное. Работы нет у людей, ничего нет, будущего нет. И сейчас до них начнет это доходить. И сейчас уже патриотическая повестка не прокатит. И все поймут, что вот он виновен. И тогда его будут сносить. Будут сносить, я думаю, не без помощи военных, которых он захочет обвинить в том, что не он тупой, криворукий. И требовал вперед, вперед, контратака, вперед. А они вот такие вот тупые. Зеленский, тебе торба, я думаю. Я очень надеюсь, что тебе торба. Я очень надеюсь, что тебе торба очень быстро. В Украине любят. Поднять сначала на руки, а потом поднять на вилы. Ваши преступления на земле и на небе переполнили чашу терпения. Пока.